Мы уже не раз затрагивали тему того, чем же ютубер может привлечь аудиторию. Кто-то выезжает за счет смазливого фейса, другие подкупают действительно интересными роликами и уникальными форматами. А есть и такие ютуберы, визитной карточкой которых является их речь. Добро пожаловать на Теоблогнет, и сегодня у нас ТОП-10 ютуберов с приятным голосом. Ну а пока реклама. All Media это канал вкусного настроения. Любитель кулинарных рецептов и экспериментатор Денис пробует и готовит все, от стейков кенгуру до бургеров с настоящим золотом. А недавно даже крокодила приготовил. Не пропускайте интересного и подписывайтесь на канал. Десятое место. Познаватель. Отец желейного медведя Валеры не только хорошо работает руками, но и отлично рассказывает обо всех своих действиях. Автор канала родом из Украины, но это не мешает ему беспроблемно говорить на русском языке. Познаватель общается с Валеркой как со своим другом, выражает радость, недовольство, удивление и все свои эмоции передает через голос. Валера, ты как? Я застрял, спасай меня. Вот уж любитель сладости, а? Ты как? Червячка хочется. Складывается впечатление, что мы действительно наблюдаем разговор двух живых людей, ведь благодаря интонации любой момент автор канала подает очень живо и интересно. Девятое место. Шимора. Голос Эдуарда очень напоминает манеру речи профессионала. Он выражает свои мысли в меру быстро, очень уверенно и настолько четко, что кажется, ты не летсплей на ютубчике смотришь, а попал на подкаст ведущего какого-нибудь ток-шоу. Может быть, вели кого-то... Оу! Подождите, я за... Ой, я за таких пацанов не играл. Дэвид Кинг. Дэвид мадефакин Кинг. Так, а что у него есть здесь? Даже сам ютубер называет себя ведущим Шимора Шоу. Возможно, он действительно работал где-нибудь на радио, ведь явно чувствуется, что человек серьезно работал над своим голосом. И, разумеется, Шимора правильно ставит акцент и без проблем меняет интонацию. Ну, как его голос может не нравиться? На крюк тебя сажало зря, вы видели, да? Такой вырвался самостоятельный, блять, какой. Ты чё это, нахуй, маленький? Сиди! Восьмое место. Юджин Сагас. Несмотря на то, что Юджин не шибко громко выражает свои эмоции и не орет, как резанный на скримерах, публике нравится смотреть его летсплей, и не в последнюю очередь из-за голоса. Он хорошо меняет интонацию в зависимости от происходящего на экране, но при этом тебя не передергивает. Ты не устаешь от возгласов и можешь спокойно насладиться игрой. Ползём и прыгаем, и подтягиваемся. Сколько бы их тут не было, мы убежим. Мы убежим. Давай, карабкаемся. Молодец мужик. Они сзади, да, будь уверен. Они бегут. Седьмое место. Снейл Кик. Вряд ли музыка не музыканта набрала бы миллионы просмотров, если бы у этого парня был отвратительный голос. Пожалуй, соглашусь. Практически под каждым роликом Снейл Кика можно найти восторженные комменты с сотнями лайков касательно его голоса. Ну чего же ты ждёшь? Подписывайся. Манера речи Макса Киселёва – это как бальзам на уши. Он говорит спокойно, но в то же время акцентированно. Его голос не держит себя в напряжении, но и не даёт уснуть. Многие пишут, что тембр наигранный и ненастоящий, но согласитесь, менее приятным от того он не становится. Ведь поступать низко, как мразь в отместку за юмор – это удел великих интеллектуалов. Шестое место. Николай Соболев. Мало того, что с этим парнем делают музыкальные нарезки, как со Снейлом, так он ещё и сам поёт. The freedom is in mind, I know how I feel. Что доказал довольно-таки давно и подтвердил в своём новом клипе. Только бы толпа бабулика дружко не ахала, знаю контрударно травлю на тебя, Малахова. Ну а это не главное. Главное, что Коля с помощью этого самого голоса умеет очень точно доносить информацию к мозгам зрителей. Соболев умело играет интонации, и когда это необходимо, может вызвать у людей жалость, негодование, радость или любую другую эмоцию. Просто у нас такое время сейчас, да и всегда было такое, что некоторым родителям просто насрать на то, что делает их ребёнок. Конечно, важная роль в формировании зрительских мыслей отводится выражению лица и жестикуляции ведущего. Но имея такой голос, Коле намного проще расположить к себе аудиторию. Пятое место. Сыендук. Вы не поверите, но этот парень тоже поёт. Однако Сыендука любят не только за Дисне обновления и разнос детских телепередач, но и за то, с какой интонацией он имеет всех этих «ну погоди, спокойной ночи, малыши». В начале любого ролика ютубер сразу же включает уверенный голос и на серьёзке выдаёт фразы, касающиеся долбанных мультов для малышни. Всё, что мы видим в детстве, впечатывается в подкорку сознания намного мощнее, чем увиденное в сознательном возрасте. У Дмитрия очень круто получается менять голос. Он офигенно интонирует, и видно же, что человек работает от души, а не на отвали. Не зря же он стал официальным голосом мульта Рики Морси в России, переозвучивая героев на родной язык. Именно в моей озвучке мульт транслируют на канале «Дважды два». Кстати, мультсериал выходит и сейчас, а Сыендук всё так же продолжает радовать его поклонников своим неподражаемым голосом. Но и про обитателей ютубщика он не забывает, регулярно выпуская новые видосы. Совершенно безобидный, всегда актуальный, с курящими котиками и около гомоповедением волка. Четвёртое место. Купленов. Нельзя сказать, что у Купленова какой-то уникальный голос, но Дмитрий очень умело им играет. Бородач может разговаривать шёпотом, и уже в следующее мгновение начинает орать, как сумасшедший, а затем выпадает в дикий заразительный хохот. Выглядит это прикольно, смотреть на живые эмоции всегда интересно, к тому же, если у человека достаточно хорошо поставлена речь, чтобы их выражать. Третье место. Мармок. Марин Макану не отличается идеальной дикцией, а его голос больше похож на урчание со старого деда, нежели на громогласную речь диктора. Но Мармоку и не нужны идеальные интонации и тембр. Именно такой приглушенный голос в нос и делает его шутки круче. Хотел сориентироваться по звездам, но понял, что я нихуя не понимаю. Никогда не знаешь, что этот ворчун выдаст. Ведь он всегда разговаривает на одной волне, а потом как зарядит свою шутечку, что ты тут же обсыкаешься от смеха. Наверное, именно за это Мармокой любят зрители. Это у нас конюшня, елуй, ёк твою мать, что за демон. Второе место. Сливки шоу. Здесь нужно сразу отметить, что русский это не родной язык автора канала. Несмотря на то, что Юрий Яни всю жизнь говорил по-украински, он смог подстроиться под аудиторию, натаскал свою речь и сейчас разговаривает практически без проблем. Многие из вас знают, что я из Украины и зачастую в обычной жизни я общаюсь на украинском. Да, в некоторых моментах заметно, что Юрий тяжеловато, но ошибок становится все меньше и меньше. А спокойный и добрый темп сливочника вообще не дает никакого шанса назвать его голос посредственным. И первое место. Олег Брейн. Но кто, если не он, заслуживает место на вершине нашего топа? Это человек, дикцией голос у которого может позавидовать любой ютубер. У Брейн Дита всегда найдется, что сказать в абсолютно любой ситуации. Сука, как темно. Как может? Нет, в лесу так и есть на самом деле. То есть, без приколов? Олег наверняка знает, где следует повысить голос, а в каких моментах нужно говорить практически шепотом. Чтобы зрители просто обосрались от страха. Его тембр очень, очень напоминает голос радиоведущего. Игра очень похожа по механике на рейк, на тот самый любимый рейк, который подарил нам кучу незабываемых эмоций. Это было просто восхитительно. Говорят, он даже был им до того, как начинал снимать летсплеи. А вы как думаете, врут или все-таки Брейн варился в этом соусе еще до видеоблогинга? Что ж, исход этого топа как всегда определили подписчики нашего паблика ВКонтакте. А голос какого ютубера считаешь лучшим лично ты? Пиши об этом в комментариях и не забывай подписываться на наш канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы. Ну и на паблик ВКонтакте подписывайся, ведь там мы регулярно общаемся. Возможно, именно твой коммент попадет в один из наших следующих роликов.